на ремонте вот такая машинка AT84EX Ariston. это машинка с вертигальной загрузкой. проблема в том что она включается. начинает работать и не переходит дальше. включил стирку. только стирает. дальше не идет. включил отжим. только отжимает. дальше не переключается. режимы не переключаются. будем разбираться. сначала посмотрим на электронику. командный аппарат. посмотрим на электродвигатель. и посмотрим на нагреватель. но сначала снимем вот эту крышку. посмотрим на электронику. открыть панель управления. откручиваем эти два винта и снимаем эту крышку. нужно поднять крышку. когда тянет она выходит из зацепления и вытаскивается. снять панель управления. откручиваем вот эти два винта. один уже откручен. второй откручиваем. теперь осталось только снять все разъемы. разъемы разные по величине. вы их не перепутаете. поэтому можете смело их оценить. при визуальном осмотре был явно обнаружен дефект. это не пропай на реле. основной реле включения. повлияло ли это на всю работу станет еще видно. но остальное вроде бы все остальные пропайки вроде бы в нормальном состоянии. но это явно непорядок. и поэтому будем сейчас решать эту проблему. я включил мощный паяльник для того чтобы хорошо запаять. посмотрим чем это закончится. вот как-то приблизительно так получилось решить проблему. там в принципе уже даже весь пятак разъема. здесь пятака уже не было. контактной дорожки ее разъема от теплопотерь. прогорела. поэтому ножку пришлось нагнуть и здесь уже теперь подтянуть к оставшейся дорожке припоем. ну и плюс к тому я еще и пропаял все остальные реле. все остальные в принципе в нормальном состоянии. но начало кольцевых трещин уже было. поэтому проверил на наличие обрывов. проверил все диоды и транзисторы. но как бы все в нигде короткого замыкания нет. сейчас проверим будет решить ли это полностью проблему или частично. для этого можно поставить все назад в машинку и запустить тестовую программу. одну из программ. плата управления может давать сбой еще и потому что есть проблема с тэном. замыкание или пробой на корпус. сейчас мы проверим что здесь около 30 ом сопротивление самого тэна. проверим какое сопротивление датчика температуры. находим здесь контакты. и проверяем. должно быть для арестона около 20 килоом. проверяем. ставим на 200 килоом. проверяем сам тестер проверяем. проверяем. зацеплю за контакты. около 23 килоом. это нормально для аристон ну и сейчас нужно еще проверить сопротивление изоляции тена проверяется он только мегометром смысла проверять тестером нет сейчас все покажу подключение мегометров проверяем между контактом одним и корпусом тена постараюсь показать подключил я между контактом включаем в самый ответственный момент отключить электричество нет света дома и поэтому как только включат продолжим покажу как проверить с помощью мегометра сопротивление изоляции тена стиральной машинки как же правильно померить сопротивление изоляции самого тена не пробивает ли он на корпус и таким образом может мешать работе платы управления ну и вообще это показатель того что он уже выходит из строя значит обязательно только мегометр обыкновенным тестером невозможно проверить правильным образом потому что он меряет при 1000 вольт они при 9 вольтах как у тестера в принципе подключаю один щупку на корпус тена один ну на один из контактов с отключенными проводами все нажимаем кнопку и стрелка показывает 200 мегом это очень хорошее сопротивление изоляции с ним все в порядке ну собственно здесь все понятно тен не играет роль температурный датчик в порядке и в общем то уже восстановлена плата и поэтому стиральная машинка абсолютно адекватном состоянии работает все режимы отрабатывают включается и уже идет к своему хозяину подписывайтесь на канал эти проблемы которые мы вместе с вами рассмотрели они решаемы решаемы практически все вопросы с любой бытовой техникой кроме отдельных случаев смотрите как это можно реализовать самому в домашних условиях всего доброго и так после того как был исправен дефект с выключен с роли тена сейчас воду нагревает но все равно сбаивается программа не переключаются режимы решил проверить уже те детали которые невозможно проверить на плате выпаял все конденсаторы все электролиты оказались в норме вот этот поменял потому что был но немножко просажен ресурс но в принципе он еще был неплохой стоял я его поменял на всякий случай все равно это не помогло а вот этот сетевой конденсатор был в принципе потерял свою емкость полностью если его вот он стоит на 0 1 ампера 0 1 микрофарад в принципе показываю ничего не показывает в нулях он сейчас секунду то показывает то не показывает вот сейчас вот например 0 где-то потом где-то что-то подхватывает у него странно себя ведет и подключаем какой-то другой рабочий на 470 на 0.47 микрофарад сразу показывает этот в каком-то странном состоянии сейчас допустим не показывает поэтому было решение поменять я поменял на это предварительные измерения мерил на и ср метре он вообще ничего не показывает не несколько пикофарад показывает всего вместо 100 нанофарад значит поменял на керамический и машинка заработала в принципе сейчас все в порядке отрабатывают все режимы греет и поэтому уже сегодня отправляется к клиенту подписывайтесь на канал таким образом поменяв две детали и исправив дорожку здесь поменял конденсатор электролит и конденсатор сетевой была восстановлена полностью машинка и уже уезжает клиенту подписывайтесь на канал всего доброго до новых встреч